Сегодня одновременно во всех 14 президентских школах состоялся второй тур вступительных экзаменов в системе агентства специализированных образовательных учреждений. Камила Иногамова с подробностями отбора лучших из лучших. На втором этапе, который стартовал одновременно в 14 президентских школах республики, свои знания проверили 480 учеников, успешно прошедших первую ступень отбора. Всего уже поступило 56 745 заявлений. Первый этап был 15 июля. В нем участвовало по всей республике почти 57 тысяч учеников. Из них первый этап прошли всего лишь 6 720 учеников. Сейчас в Ташкенте проводятся экзамены двух школ. Президентская школа в Нур-Авшане и в Ташкенте. Общее количество учеников – 960. Были созданы все условия. По всей республике были выбраны крытые помещения, оборудование, кондиционирование. И для учеников и для их родителей созданы все условия. Второй тур вступительных экзаменов в президентские школы проходит в форме тестирования. 90 минут на выполнение 40 заданий по критическому мышлению и решению задач по математике. Я прошел первый этап президентской школы. Мне там было не очень так тяжело. Я так сильно готовился к этому экзамену. Мне нужно поступить в президентскую школу, потому что это очень важно для меня. Это будет первый шаг к моему успеху. Также на 40 заданий по английскому языку отводится 40 минут. Экзаменационный процесс в президентской школе контролировали представители международной образовательной организации, которым также предстоит проверить ответы. Ознакомиться с результатами можно будет через три недели. Я думаю, что сотрудники агентства проделали очень хорошую работу на протяжении всего процесса. Мы также участвовали в качестве наблюдателей и высоко оцениваем уровень организации и проведения. Думаю, все было сделано с учетом интересов студентов. После того, как все тесты завершились, листы ответов собираются, опечатываются и направляются в Кембридж. В нашей организации ответы проверяются под строгим контролем, без человеческого фактора. В Андижане также ученики, успешно прошедшие первый этап экзаменов, сегодня ответили на тесты по логическому мышлению и английскому языку. Для поступления в самую престижную школу в Андижанской области получено почти 7 тысяч заявлений. И сегодня 24 лучших сделают первый шаг к своей мечте. Я был свидетелем, что ученики в отличном настроении и с энтузиазмом решают примеры. Я не сомневаюсь, что эти экзамены организованы в соответствии с нашими требованиями. Я был свидетелем того, что все было честно и прозрачно. Интересный факт. Почти все ученики в стране отвечали на вопросы, составленные на узбекском языке. Лишь один парень выбрал английский язык. По правилам, все вопросы и задания были предоставлены на английском языке. Первый этап я прошел, набрав 85,6 баллов. Сейчас я решил тесты и все вопросы были на английском языке. Так как с детства я изучаю иностранные языки, мне было очень легко. И надеюсь, что на вопросы ответил верно. Количество выпускников четвертых классов, изъявивших желание обучаться в президентской школе в Самарканде, составило более 5300 человек. 480 учащихся сегодня проявили свои знания и ответили нам 80 вопросов. Наша цель обеспечить качественными, востребованными кадрами новый Узбекистан и трудовой рынок зарубежных стран. Мы верим, что каждый выпускник президентских школ будет достойным сотрудником передовых компаний мира и поднимет статус нового Узбекистана на мировой арене. Уверен, что они внесут свой вклад в развитие и процветание нашей страны. В целях обеспечения прозрачного проведения тестирования в здании установлена камера видеонаблюдения. Через официальный сайт test.2023.us можно полностью следить за всем процессом. Для сведения, ученики, набравшие высокие баллы, но не поступившие в президентские школы, в случае подачи заявления с целью обучаться в одной из специализированных школ, получат возможность по существующей квоте продолжить обучение в них. Продолжение следует...